Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии прямого эфира Антон Хатиновский. Ну а судоперевод осуществляет моя коллега Айгуль Стамбекова. Независимость, единство, стабильность. Торжественное празднование Дня Республики Казахстан в качестве самой главной национальной даты прошло сегодня в Талдыкургане. В мероприятии приняли участие представители всех районов и городов области ЖТСУ. Лейтмотивом торжества стало чествование жителей области, внесших особый вклад в развитие и процветание края и всей республики. Порядка 40 человек получили различные государственные награды, а также знаки почетного гражданина ЖТСУ из рук Акимобласти Бейбета Исабаева. Празднование началось с торжественного выноса государственного флага, одного из главных символов страны. Традиционный гимн в эту праздничную дату звучал особенно торжественно. День Республики Казахстан более 10 лет. Незаслуженно оставался вне списка государственных праздников. В нынешнем же году президентом было принято исторически важное решение. 25 октября объявлен национальным праздником. Именно в этот день, в 1990 году, была принята декларация о государственном суверенитете республики. В торжественном поздравлении земляков Акимобласти ЖТСУ Бейбет Исабаев особо подчеркнул, что эта декларация стала главным шагом к независимости страны. Благодаря декларации приняли конституционный закон о государственной независимости республики Казахстан. В связи с этим не просто логично, а исторически справедливо и значимо решение президента страны о возвращении Дню Республики статуса национального праздника, ставшего символом единства, солидарности и общности наших целей. Независимость, единство и стабильность главной ценности, которую мы все должны всячески и всегда оберегать. Верю, что посильный вклад в это общее дело внесут и жители нашего региона ЖТСУ. Главное богатство и гордость Казахстана – его народ, люди, чей ежедневный труд помогает нашей стране уверенно идти в будущее. Их чествование станет доброй традицией национального праздника, выразил уверенность Аким области. Работники сельского хозяйства, образования, медицины и производства, управленцы, общественные деятели, предприниматели. Порядка 40 человек получили различные награды из рук Акима области. Восемь из них указом президента стали обладателями ордена Курмет за значимый вклад в социально-экономическое развитие. Я проработала в образовании 55 лет, воспитала не одно поколение учащихся, молодежи. И сейчас они приносят пользу не только нашей области, но и всей республике. Трудятся во всех сферах образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства. Поэтому страна, процветай удачи, успехов всем жителям Казахстана, чтобы над нами всегда было чистое мирное небо. Высокой государственной награды Ордена Трудовой Славы Третьей Степени удостоились мастер по озеленению Талдыкурган Куркейту и рабочий Коксу СНДМ Компани. Главный редактор газеты Алатау Айтакен Булгаков получил звание заслуженного деятеля Казахстана. А решением областного маслехата ряд жителей за особые заслуги перед краем удостоился звания почетного гражданина области ЖТСУ. В их числе космонавт, народный герой Казахстана Айдын Аембетов, аграрий и меценат Таскан Жапаркул и ветераны труда Асылмурат Турганбеков и Анатолий Рудер. Мне очень приятно, что сегодня в такой замечательный день, в свое время мой труд сегодня был отмечен замечательной наградой, почетный гражданин края ЖТСУ. Я от всей души хочу поздравить всех сегодня с этим замечательным праздником, пожелать всем крепкого здоровья и больших творческих успехов в деле становления нового Казахстана и края ЖТСУ. Акимобласти Бибет Сабаев вручил 12 житых СУСА медали за добличный труд Ерен Ембегаушин, почетные грамоты Республики Казахстан, а также медали Шапагат за благотворительную деятельность и проявляемое милосердие. В ответном слове награжденные поблагодарили за оказанное внимание, подчеркнув, что за этим стоит труд целых коллективов. Сегодняшняя награда не только моя, в ней есть оценка и труд всех крестьян нашего района. Благодарю главу государства за высокую оценку нашего труда, за поддержку. Глава государства на встрече с общественностью в области ЖТСУ поставил перед всеми нами большие задачи. Мы, жители Искердинского района, приложим все усилия до достижения поставленных задач. Подарком для всех собравшихся в областном драматическом театре в честь Дня Республики стала большая концертная программа, где прозвучали самые лучшие произведения о нашей родине. Газофикация сел продолжается в Коксусском районе. В честь Дня Республики в селе имени Злихи Таншибаевой подключили газ. Кроме этого, в соседнем ауле Жамбыл открыт блочно-модульный медицинский центр, а в населенном пункте Теректы открылась спортивная площадка. Подробнее расскажет наш корреспондент Кундыс Нурмухамбетова. Весомый подарок ко Дню Республики получили жители населенного пункта Злихатом-Шибаева. Сюда провели природный газ. Такому повороту событий сельчаны особенно рады сейчас, с выступлением первых холодов. Теперь им не придется ездить за углем и дровами. Освободилось и время, которое уходило на топку печей. «Всё это время мы топили печку. Теперь же и к нам пришёл газ. Мы очень рады. Нам станет не только легче, но и экология улучшится. Самое главное, наши дети зимой не будут мёрзнуть, потому что теперь дома будет тепло и днём, и ночью». Голубое топливо запустила подрядная компания БСП «Группа ЛТД». Особо учитывали ценовую доступность, в связи с чем предусмотрели рассрочку на 10 месяцев без процентов. Следует отметить, что в Куксусском районе насчитывается 41 323 дымовые трубы. Сегодня газифицировано 48%. К концу 2023 года население района будет полностью обеспечено газом. «Сегодня подключаем к газу пятый аул в Куксусском районе. На следующей неделе голубое топливо появится ещё в двух сёлах, а к концу года добавятся ещё три села. Затем до конца года газу будет подключено 10 сёл Куксусского района. На сегодняшний день готова проектно-сметная документация для 12 посёлков. Строительные работы начнутся после Нового года». Кроме того, в селе с населением более 800 человек открыт блочно-модульный медицинский центр. На строительство медпункта выделено 22 миллиона тенге. Сейчас три медицинских специалиста готовы оказывать услуги жителям села Жамбыл. Руководитель областного управления здравоохранения сообщил, что в следующем году в районе будет открыт кабинет компьютерной томографии. В целом, в Куксусском районе до 2025 года планируется строительство ещё восьми блочно-модульных медицинских пунктов. «Новый медицинский пункт очень удобен. Объект оснащён современным оборудованием. Это радость и для нас, и для сельчан. Теперь мы сможем предоставлять множество услуг. К примеру, проводить сельские скрининги, делать прививки взрослым и детям». С радостью отметила День сегодняшней молодёжи села Теректе. Здесь открылась новая спортивная и игровая площадка. На ней обустроена площадка для мини-футбола, а также уличные тренажёры и качели для детей. После церемонии, открытия, подростки тут уже организовали и провели соревнования между собой. «Я благодарен, что они построили это поле. Я буду играть здесь каждый день, думая, что я буду побеждать в каждом соревновании». Как сообщила Аким района, на повышение благосостояния выделено более 21 миллиарда тенге. В селе Аксу Аксусского района открылся многофункциональный спортивный комплекс. Он полностью отвечает всем современным стандартам. В торжественном открытии нового спортивного объекта приняли участие начальник управления физкультуры и спорта области ЖТСУ Алмат Ушкин-Пиров, заместитель Акима района Газис Аторбай-Улы и жители села. Комплекс оборудован в соответствии с международными требованиями. В новом зале одновременно будут заниматься 200 человек. Объект был построен благодаря спонсорству местного бизнесмена Айдена Сулейменова. Он полностью за свой счет возвел здание общей площадью 1500 квадратных метров и передал его в собственность государства. Это третий уже объект, построенный бизнесменом, меценатом Сулеймен Айден Акановичем. Здесь затрачены личные средства по личной инициативе. Комплекс рассчитан на 180-250 посещений суточно. Общая площадь его 1500 квадратных метров. Оснащен по последним технологиям строительным построенным. Новый комплекс подарок не только для местных спортсменов, но и для всех жителей села. Ведь совсем недавно провести свободное время людям было негде. А теперь сельчане могут укреплять силы в тренажерном зале. Особо обрадовались этой новости и старшее поколение. Теперь их дети и внуки будут тренироваться в полноценном спортивном здании, а не в школьном спортзале, как было раньше. У нас важное событие. В нашем селе построен новый спортивный комплекс. Все жители села долгое время ждали этого. И сегодня, к Одню Республике, мы получили такой подарок. У меня восемь внуков, и все они будут здесь заниматься спортом, чему мы очень рады. Мы благодарим Айдына Сулейменова за строительство этого комплекса. Желаю, чтобы в нашем крае было больше радости и больше добра. Общая стоимость проекта составила более 400 миллионов тенге. Теперь детвора и взрослые могут заниматься в различных кружках совершенно бесплатно. В старом школьном спортзале не умещалось большое количество детей. В новом же помещении одновременно могут заниматься 30-40 человек. Наши дети счастливы, ведь у них появился замечательный зал. Надеюсь, здесь будем воспитывать будущих чемпионов. Стоит отметить, конструкция здания позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом. Комплекс будет функционировать круглый год, вне зависимости от погодных условий. Оружант Нейбаева, Жаслан Шенкенже, телеканал ЖЕЦУ, Аксусский район. В казахстанском календаре появилась новая праздничная дата. 24 октября теперь профессиональный праздник библиотекарей. Правительство Казахстана своим постановлением внесло дополнение в перечень праздничных дат. Главная цель – повысить престиж и имидж профессии библиотекаря на профессиональной арене. Библиотекарь – это профессия, которая существует уже более 4000 лет. Работа книгохранителя заключается в обработке исходных данных и каталогизации литературы. В библиотеке имени Гали Урманова ЖЕЦУСКОГО университета вот уже 30 лет трудится библиотекарем Лязат Бекпаева. Для неё рабочее место уже стало вторым домом. Она очень уважаема среди студентов учебного заведения. Будучи сама книголюбом, женщина всегда посоветует необходимую литературу. У нас есть постоянные читатели. Они в основном студенты факультета гуманитарных наук казахского языка и литературы. Студенты у нас очень воспитанные и приветливые. В этом году будет 30 лет, как я работаю в этой библиотеке. Нам нравится работа с читателями и нашими учениками. Я каждое утро с удовольствием прихожу на свою любимую работу. Особое уважение к важной даже в век высоких технологий для человечества профессии – признак духовно развитого человека, считает Лязат Бекпаева. Поскольку профессионального праздника раньше не было, и библиотекари отмечали торжество 21 мая, в День работников культуры. Теперь книгохранители рады, что им выделили отдельный день в календаре. «Библиотека имени Галиурманова является подразделением Житцузского университета. Мы обеспечиваем учебный процесс, литературу и нужной информацией. В нашей библиотеке имеется около 565 тысяч книг. В этом году назначили День библиотекаря. Мы рады, что государство обратило на нас внимание. Сейчас у нас тоже есть профессиональный праздник». Кстати, в этом году студенческая библиотека отмечает свой полувековой юбилей. Сейчас здесь работают 14 специалистов. А количество студентов, которые её посещают, составляет 5000 человек. Важна библиотека и для преподавателей. Её посещают 442 магистранта и 54 докторанта. В целом в учебном заведении трудятся около 140 преподавателей с научной категории. «Мы приходим в библиотеку минимум 3-4 раза в неделю. Сейчас в основном читаем книги литературно-психологического направления». Всего в области ЖЦУ имеется 148 библиотек. В них трудятся 374 библиотекаря. Книгохранители, оберегающие и пропагандирующие священные сокровища, как и прежде, остаются нужными и почётными для общества профессионалами. Студенты Талдыкурганского высшего политехнического колледжа встретились с шестикратным чемпионом мира по гиревому спорту Жумаханом Кузбаевым. Учащиеся колледжа задали интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы. Мероприятие было организовано ко дню республики. Политехнический колледж для Жумахана Кузбаева не чужой. Его сестра работает здесь преподавателем уже более 40 лет. А три младших брата учатся в этом учебном заведении. Поэтому он с радостью принял предложение руководства колледжа. В начале мероприятия были показаны отрывки из лучших моментов спортивной карьеры Жумахана Кузбаева. «Я с детства занимаюсь гиревым спортом. Наверное, поэтому у меня такие достижения по этому спорту. Можно сказать, что гиревой спорт – это массовый спорт, а главное – доступный. Каждый может заниматься этим дома». Жумахан Кузбаев – шестикратный чемпион мира по гиревому спорту. Он побил мировой рекорд, подняв 32-килограммовую гирю 50 раз за одну минуту. Кроме этого, за 10 минут поднял 24-килограммовую гирю 107 раз. Зафиксировав новый результат, попал в Книгу рекордов Гиннеса. «У нас много спортсменов, которые занимаются гиревым спортом. И в качестве примера подрастающему поколению мы организовали встречу с шестикратным чемпионом Жумаханом Кузбаевым». Праздничная встреча прошла в свободном формате. Студенты колледжа не стеснялись задавать вопросы квалифицированному спортсмену. Он рассказал, как заниматься гиревым спортом. Подробно ответил на все вопросы молодёжи, отметив, что тягать гири никогда не поздно. Кундузнер Моханбетова, Жархан Шантаев, телеканал ЖИТСУ. Логическое мышление, математический расчёт. В Тады-Кургане прошло областное соревнование среди студентов по игре в Тогас-Кумалак. Первенство приурочено к празднованию Дня Республики Казахстан. В нём приняли участие 20 лучших спортсменов со всех городов и районов ЖИТСУ. Сообразительность, логика, быстрое принятие решений – всё это развивает игра в Тогас-Кумалак. В последние годы у подрастающего поколения очень возрос интерес к национальному виду состязаний. Как отмечают спортивные специалисты, в области насчитывается немало сильных игроков. В их числе и каракат Ержан Козе. Победительница областных конкурсов в прошлом году. Она защищала честь ЖИТСУ в национальном первенстве, проходившем в Астане. Это состязание проходит на очень высоком уровне. Все противники хорошо подготовлены. В Тогас-Кумалак я всерьёз увлеклась четыре года назад. Это одна из самых популярных и интересных национальных игр. Она развивает умственные способности, скорость и рациональность мышления. Эти соревнования собрали лучших игроков в Тогас-Кумалак из числа учащихся в колледже Края ЖИТСУ. Целый день они состязались в интеллектуальных боях, чтобы выявить сильнейших. Организаторами мероприятия выступил коллектив Талдыкурганского политехнического колледжа. Подобные первенства они проводят уже на протяжении 20 лет. С каждым годом, говорят организаторы, растёт и число участников, и уровень их подготовленности. Нынешнее первенство мы посвятили главному празднику страны – Дню Республики Казахстан. Главная цель – выявить лучших игроков, повышать их мастерство, чтобы, соревнуясь, они могли развивать умения и навыки. В соревнованиях приняли участие представители шести колледжей. Все они показывают отличную подготовку и интересную игру. Лучшими по итогам игр стали учащиеся Политехнического колледжа. Призовые места заняли студенты Талдыкурганского колледжа промышленной индустрии и новых технологий, а также Высшего медицинского колледжа. Победители получили кубки, медали и памятные подарки. Дина Баранбаева, Амина Кудайберген, Жай Курманбаев. Телеканал ЖТСУ. Таким был день сегодняшних глазами наших корреспондентов. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. С наступающими праздниками и только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин